Здравствуйте дорогие друзья! Это большой полноформатный обзор TVOS 18 для Apple TV. TVOS 18 совместима со всеми телеприставками что и TVOS 17, а именно с Apple TV HD 2015 года и Apple TV 4K всех трех поколений 2017, 2021 и 2022 года. Что нового? Теперь во время воспроизведения заставок вы можете сделать свайп вверх для того чтобы перейти в режим выбора заставок как на айфоне они перелистываются свайпами тут же вы увидите новый раздел портреты в них будут отображаться фотографии из вашей медиатеки и часы с перекрывающими их объектами для того чтобы настроить портреты откройте системные настройки заставка портреты и выберите что вы хотите видеть людей всех ли только избранных а также настроить отображение питомцев природы городов или скройте их внизу можно выбрать частоту смены изображений каждые 2 5 10 или 15 минут в будущем будут доступны скринсейверы в виде сцен из фильмов из Apple TV а также фирменная заставка Snoopy о которой говорили на презентации добавили опцию улучшения диалогов в кино при помощи машинного обучения для этого во время паузы выберите настройки голоса улучшение диалогов на выбор доступны опции усилена улучшение или выключена если выбрать улучшение создается баланс между голосом спецэффектами и фоновым шумом функция также работает с HDMI устройствами вывода звука AirPods и Bluetooth колонками Apple TV теперь автоматически включает субтитры когда вы отключаете звук во время воспроизведения видео или когда осуществляете перемотку на 10 секунд назад ну допустим если вы что-то не расслышали тогда ненадолго появится надпись звук выключен субтитры включены и вы сможете не только услышать упущенный фрагмент но и увидеть субтитры в Apple TV Plus появилась функция insight у нас она называется в кадре она показывает информацию об актерах и персонажах которые располагаются в кадре а также треках который в данный момент воспроизводится аналогичная функция уже давно есть в кинопоиске работает плюс-минус также не точно то есть это не какая-то интеллектуальная функция которая распознает конкретно в данный момент кто на экране скорее это все прописывается в Apple в некоторых сериалах иногда она вообще не работает tvOS 18 начала поддерживать соотношение сторон 21 9 для проекторов приложение apple fitness plus получила полный редизайн в боковом меню разделили вкладки для вас просмотр медиатека стопка в apple music добавили функцию share play в приложении дом на iphone с ios 18 в данный момент можно смотреть какой центр умного дома используется как основной для home кита а в будущем появится опция ручного выбора центра умного дома если у вас их несколько у меня к примеру помимо apple tv есть еще два homepod mini серии теперь обрабатывает информацию непосредственно на apple tv это должно сократить задержку и сделать ассистент более отзывчивым если голосовой ассистент задает вам вопрос а у вас подключены airpods pro apple tv то можно ответить кивком или покачивание головы в системных настройках пройдя в основные оформления вы можете выбрать крупное отображение сетки иконок на рабочем столе но в таком случае иконок приложений будет отображаться 5 они 6 как в обычном режиме еще на вкладке пульты и устройства появился отдельный пункт continuity камера позволяющий настраивать iphone или ipad в качестве внешней камеры ну еще за рубежом заработала аудиотранскрипция звонков но у нас эта функция недоступна на этом все если я что-то пропустил пишите в комментариях там же можете поделиться впечатлениями о стабильности системы финальный релиз tv с 18 состоится позже этой осенью хотите узнать больше информации о технике apple и не только подписывайтесь на канал пока пока